Любить Беларусь, любить Родину, это все равно, что любить родителей, любить отца, любить мать. Для меня Беларусь это страна, земля, где я вырос, где мое прошло детство, где я реализовал себя благодаря тем условиям, которые созданы при советской власти и в нынешние времена. И я благодарен стране, благодарен государству за то, что были такие условия мне предоставлены. Я жил в согласии с самим собой и я думаю, что это самое главное, когда человек живет в согласии с самим собой. Для меня, который вырос на берегу речки Сош, лучшей природы не бывает. Я был во многих странах, видел и горы, видел и сиквои, видел и калифорнийские леса, луга, горы и так далее. Но роднее и ближе, чем та земля, где ты вырос, нет и быть не может. Но это может быть эмоциональная сторона. Но с точки зрения здоровья человеческого, я считаю, что средняя полоса, где нет экстремальных, очень экстремальных явлений, очень сильной жары, очень сильных морозов, тьфу-тьфу землетрясений, наводнений и так далее, для жизни это очень оптимальные условия. И для отдыха тоже. С современной историей за последние 20 лет, я считаю, самым главным событием, это итоги референдума 1996 года, когда была принята новая редакция Конституции, по числу страна перешла от парламентской к президентской форме правления, прекратили всякие бесполезные и бесплодные дискуссии, появился в стране лидер, наделенный полномочиями. И я считаю, что именно с этой точки Беларусь стартовала в область стабильности. Стабильности в политической жизни, стабильности в экономике, стабильности в науке, стабильности в образовании, стабильное и, как мы еще иногда говорим, стабильно устойчивое развитие. Я считаю, что это референдум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова